25-летняя Марчелла Паллади, которая потеряла ноги после страшной дорожной аварии, сегодня впервые встретилась с водителем, который покалечил ее на всю жизнь. Теоретически мужчина даже не посмотрел в ее сторону, говорит девушка. Сегодня состоялось первое судебное заседание по этому делу. Однако оно было прервано и продолжит его завтра после того, как адвокаты потерпевшей потребовали арестовать активы обвиняемого. После трагедии двухмесячной давности, сегодня в зале суда, Марчелла Паллади впервые встретилась с виновником страшного ДТП. Однако заседание перенесли на завтра, так как адвокат потерпевший попросил прокуратуру наложить арест на имущество обвиняемого, а именно на оба автомобиля марки BMW, находящейся в его собственности. Один из этих автомобилей и участвовал в аварии. На данный момент дело находится в суде, следствие завершено, а ходатайство наложения ареста было запрошено для обеспечения возможного решения о привлечении подсудимого к ответственности и, соответственно, обзыскании ущерба. Сегодня на первом судебном заседании на Марчеллу нахлынули воспоминания о том страшном вечере, который разделил ее жизнь на до и после аварии. Девушка признается, что ей было нелегко сидеть рядом с водителем, который ее покалечил и теперь просит справедливости. Она говорит, что с тех пор мужчина ни разу с ней не связывался и не извинился. Я жду, когда вас торжествует справедливость. Господин Бегу ни разу меня не навестил и даже не связался со мной. Я не заметила, когда он прошел мимо нас и не заметила, когда он ушел. Он даже не посмотрел в мою сторону. Думаю, это было очевидно для всех. Водитель, который задавил девушку на авиадуке в ночь с 5 на 6 февраля, от общения с прессой категорически отказался. Его адвокат также не был слишком щедр на заявление. При каких обстоятельствах ваш клиент собирается сказать, признает свою вину или нет? Это способ защиты и на сегодняшний день я не могу вам об этом говорить. Какими активами владеет ваш клиент? Об этом сказать я вам тоже не могу. Марчелла Паллади говорит, что сегодня она чувствует себя лучше, но ей нужно пройти очень долгое и дорогое лечение, чтобы поехать в Германию на протезирование. ДТП произошло в ночь на 5 февраля на авиадуке, соединяющем Ботанику и Центр. По данным полиции, автомобиль 26-летней девушки был сбит сзади другим автомобилем. Когда Марчелла доставала из багажника свой знак аварийной остановки, ее сбил БМВ, который буквально отрезал ей ноги. В отношении 37-летнего водителя автомобиля Георгия Бегу возбуждено уголовное дело. 3 марта на его имя был наложен запрет на выезд из страны сроком на 60 дней. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...